От переводчика Юльки Джефф Стрэнд Переломный момент «Та дама не показалась тебе странной?» Вура наглянулся через плечо на женщину, которая только что вошла в ресторан. На вид она выглядела вполне нормальной для состоятельной леди средних лет. «Нет», — сказал он, поворачиваясь к Джулии, — «а должна была?» «У нее с глазами что-то не то». «В каком смысле не то?» «А, забудь, теперь и в голову. Наверное, просто показалось». Джулия нервно улыбнулась ему и провела пальцем по краешку раскрытого меню. «Что будешь заказывать?» «Самое дешевое, что только смогу найти», — подумал Ворон. «Может быть, салат и стакан воды из-под крана?» Его коллега по работе Пэт описал этот ресторан как «немножко дороговатый». Но кошмарные цифры, представшие перед его глазами, даже близко не соответствовали этому определению. Открыв меню, Ворон покрылся холодной испариной. Буквально покрылся холодной испариной. Он заподозрил, что выбрал не тот ресторан, когда они подъехали к Дентону и обнаружили, что их встречает парковщик. Ворон даже не знал, как эта штука вообще работает. Ну, в смысле, надо платить парковщику сразу, или когда он пригонит твою машину обратно. В любом случае, это была нелепая трата денег, учитывая, что он никогда не считал за труд самолично припарковать свой автомобиль и пройти пешочком лишние 15 метров. Но, естественно, при Джулии он не стал озвучивать эти мысли. Он осознал, что выбрал не тот ресторан, когда парень, который провел их к столику, оказался одет в долбанный смокинг. Но что в тот момент он мог сделать? Ловушка захлопнулась. Дамы сердца, знаете ли, не шибко впечатлялись, когда их кавалеры начинали орать «Да ну нафиг, здесь слишком дорого!» и выбегали из ресторана, поджав хвост. А еще Ворон прекрасно понимал, что произнесенная официантом в конце ужина фраза «На вашей кредитке недостаточно средств», скорее всего, утопит все его шансы на второе свидание. Но если он закажет самое дешевое первое блюдо, а потом сделает вид, что объелся, и второе с десертом в него уже просто не влезут, то, возможно, сможет избежать унизительной сцены. В переписке по электронной почте Джулия сказала, что она не любительница алкогольных напитков. Когда Ворон вез ее сюда, он надеялся, что для сегодняшнего вечера она сделает исключение. Но сейчас изо всех сил молил Господа Бога, чтобы у нее не проснулось игривое настроение и желание дерябнуть шампусика. Когда Джулия открыла дверь своей квартиры, Ворон был приятно удивлен, увидев, как она похожа на свою фотографию в профиле. Да, возможно, свет на той фотографии был чуть лучше, чем освещение в коридоре. И скрывал парочку морщинок в уголках ее губ и гусиные лапки под глазами. Но такие мелчи его не заботили. Было просто приятно обнаружить, что кто-то с тобою честен. Да, и хоть Джулия сказала, что ей 38, она могла бы солгать и легко скинуть лет пять, не вызывая у него подозрений. Только прическа у нее была другая. Нет, она по-прежнему была блондинкой. Но на фотографии ее волосы были подобраны заколками, а сейчас свободно свисали почти до плеч. И он был рад отметить, что ее прекрасные голубые глаза не эффект фотошопа. А еще у нее было потрясающе сочное тело женщины, которая регулярно посещает спортзал, но в то же время не боится позволить себе стаканчик сливочного мороженого время от времени. Фактически, она была самой похожей на свою фотографию женщины из всех, с кем он встречался с тех пор, как два года назад его затолкали в мир онлайн-знакомств. Его 15-летняя дочь Ивонна, которая донимала его этим каждый второй проводимый вместе уикенд, была бы, наверное, в шоке, узнав, что примерно половина его свиданий заканчивались едва начавшись. Еще несколько прошли в духе «между нами просто нет химии». Парочка, где химия вроде как была, но все равно это ни к чему не привело. И одно, где Уоррен должен был долго объяснять. Да, он прекрасно понимает, что обычное свидание стоило бы ему примерно тех же денег, но все равно был бы лучше, если она сразу предупредила его, что работает проституткой. Джулия была первой, в кого он влюбился по переписке. Она была юморной, не просто юморной, а остроумной. Она знала, для чего нужны заглавные буквы и знаки припинания. Она ни разу не была замужем и не имела детей. Но, похоже, ее нисколько не смущал тот факт, что он был разведен и утверждала, что умеет находить общий язык с девочками-подростками. Они переписывались по электронной почте достаточно, чтобы настрочить друг другу посланий на целый роман, который он всегда мечтал когда-нибудь написать. Как-то раз он предложил ей пообщаться в видеочате, но Джулия сказала, что ей неловко разговаривать с веб-камерой. В трех электронных письмах он пригласил ее на завтрак или обед или ужин, но она ответила, что пока не готова к этому. А сегодня утром он получил от нее сообщение, которое гласило, «Ай, да чего я выделываюсь? Не хочешь меня куда-нибудь сводить?» Он тут же попросил свою коллегу Пэт порекомендовать ему ресторан. В Дэнтони оказался свободным лишь один столик на 9.15 вечера, но в пятницу, без предварительного бронирования, ему повезло, что он вообще смог его заказать. Разговор во время их поездки в ресторан протекал не так гладко, как ему хотелось бы, но и не было никаких неловких пауз или неуместных моментов. Некая искра определенно проскакивала между ними. И как только уляжется волнение, решил он, они будут болтать, как старые друзья. Но конкретно в данный момент ему нужно было просто постараться не загнать в мину свою карту виза и не предстать во всей красе полным кретином. А в идеале, чуть ранее попросить Пэт немного детальнее раскрыть определение «немножко дороговатый» или самому зайти на сайт ресторана и посмотреть цены. «Хм, даже не знаю», — сказал он, переворачивая страницу меню. Если бы они с Джулией были знакомы немного дольше, он смог бы просто сказать, «Слушай, я тут дал маху и сдуру выбрал заведение не по карману, а аванс у меня только в следующую пятницу, так что если тебя не затруднит выбрать что-нибудь из нижнего ценового сегмента, я бы это очень сильно оценил». Но он не собирался такое говорить. Он хотел приберечь откровение «Знаешь, я вообще-то нищеброд» для их второго свидания. Цены на салаты, ходи до смешного завышены, выглядели более-менее приемлемыми. «И если он закажет какой-нибудь из них, она может подумать, что он, ну, вроде как следит за своей формой». «А еще она может подумать, если он заказал салат, то я закажу салат тоже». Он заметил, что Джулия, прищурившись, пристально смотрит в другой конец зала. Через мгновение она увидела, что он это увидел, и слегка покраснела. «Извини». «Все в порядке?» «Все чудесно». Глава вторая Джулия почти сразу решила, этот парень определенно получит секс на третьем свидании. Она никогда ни с кем не спала до третьего свидания и не собиралась изменять этому принципу. Но если предположить, что Уоррен не пнет на улице случайно подвернувшегося под ногу щенка, или не начнет изрыгать российские лозунги, их третье свидание пройдет у нее дома с доставкой пиццы. Внешне Уоррен был не совсем ее типом мужчин. Без татуировок, консервативная стрижка, от него не веяло брутальностью, но он был симпатичным и в хорошей форме. Чем-то напоминал ей учителя литературы, в которого она была влюблена в седьмом классе. Правда, ей хотелось, чтобы он выбрал другой ресторан. Для подобного заведения она была слишком просто одета. И от этого чувствовала себя неуютно. В будущем она будет водить его в рестораны, где подают вилк только одного размера. К тому же она догадывалась, что социальные работники, такие как он, зарабатывают не так много денег. И еще она жалела, что заговорила о той женщине. Она не хотела, чтобы Уоррен считал ее параноиком. Все, что сделала та дама, просто широко раскрыла глаза, а потом часто-часто заморгала. Может, она потеряла контактные линзы? Я, наверное, поужинаю салатом с копченой курицей. Сказал Уоррен. Это был довольно странный выбор для элитного ресторана морепродуктов. Она заглянула в меню и мысленно улыбнулась, поняв причину его выбора. Звучит восхитительно. Думаю, я закажу то же самое. К их столику подошел официант. По крайней мере, он не выглядел надменным. Добрый вечер. Меня зовут Майкл. И сегодня я буду обслуживать ваш столик. Могу я начать с бутылки вина? Мне диетическую колу, сказала Джулия. А диетическую пепси подойдет? Подойдет. А вам, сэр? У вас есть морс? Теперь официант выглядел немного надменным. Нет, сэр. А доктор Пеппер? Да, сэр. Тогда мне доктор Пеппер. Что-нибудь? Легкое для начала. Капрезе. Суп из омаров. Суп из омаров звучал фантастически, но когда Уоррен вопросительно посмотрел на Джулию, она покачала головой. Если я сейчас чем-то перекушу, то потом не смогу доесть свой салат. Официант кивнул. Я скоро вернусь с вашими напитками и свежей выпечкой. Знаете, я думаю, мы готовы сделать заказ, сказала Джулия. Прекрасно. Я вас слушаю. Мне вот этот салат с копченой курицей, сказала она, указывая на картинку в меню. Почему та женщина снова бродит по залу? Под каким соусом предпочитаете? Блю-чиз, тысяча островов, малиновый винегрет? Примечание переводчика. Классические соусы для салатов в американской и канадской кухнях. Малиновый винегрет. А официант не стал ничего записывать. Это был слишком шикарный ресторан, чтобы официант записывал заказы. А вам, сэр, то же самое. И малиновый винегрет? Эм, нет. Простите, а у вас есть соус ранч? Примечание переводчика. Самый простой и дешевый в приготовлении американский соус из всех американских соусов. Да, сэр. Тогда ранч был бы самое то, как пожелаете. Я скоро вернусь. Официант ушел. Ворон с облегчением выдохнул. Он улыбнулся Джулии. И это была такая обаятельная улыбка, милый прищур, ямочки на щеках, что она подумала, возможно, ему и не придется, как всем остальным, дождаться третьего свидания, чтобы уложить даму в постель. Наверное, глупо приходить в элитный ресторан морепродуктов и заказывать салат с курицей, сказал Уоррен. Да на вид он выглядел неплохо. Это наверняка будет лучший салат, который мы ели. Изысканно нарезанная морковь и все такое. Та женщина продолжала ходить, просто расхаживала взад-вперед по обеденному залу шикарного ресторана. Пожилая пара за соседним столиком пристально смотрела на нее. «Тебе не кажется это странным?» – спросила Джулия, жестом показывая, чтобы Уоррен обернулся. Он оглянулся. Что? «Та женщина, о которой я тебе говорила. Тебе не кажется, что она ведет себя странно?» Уоррен какое-то время наблюдал за женщиной, потом повернулся к Джулии. Она правда выглядит немного нервной. Как думаешь, может, поссорилась с мужем, ну или типа того? «И начала просто ходить по залу. Мне на ум приходит мысль о наркотиках». «Серьезно?» Уоррен снова посмотрел на женщину, потом снова на Джулию. «Возможно, ты права. Мы как-то должны ей помочь?» «Нет. Ну, в смысле, не похоже, что у нее передоз или что-то в этом роде. Наверное, я просто излишне драматизирую, но глаза у нее правда странные». «Типа светится изнутри?» Она улыбнулась. «Нет, не светятся». «Расширены зрачки?» «С такого расстояния я не вижу, какие у нее зрачки. Но я бы не удивилась, если бы они были расширены. В основном она просто странно моргает». «Странно моргает?» Уоррен, храни его господь, не рассмеялся над ней, но она поняла, как нелепо прозвучал ее комментарий. «Если кто-то моргает быстрее, чем обычно, это еще не повод разводить панику». Джулия надеялась, что с женщиной все в порядке. В конце концов, расхаживать по ресторану – это не преступление. Официант, не их, подошел к женщине. Он стоял спиной к Джулии, и она не расслышала, что он ей сказал. Женщина уставилась взглядом в пол, потом кивнула и ушла в ту часть ресторана, где Джулия не могла ее видеть. «Она точно забыла принять какое-то лекарство или что-то в этом роде», – сказала Джулия. «Бедняжка». «Расскажи мне еще немного о своей работе», – сказал Ворон. «О, мне нравится моя работа. С начала года мне предписано работать в офисе всего два дня в неделю, что безумно круто. Это экономит мне бензин, я могу поспать лишние полчаса и три дня работать в пижаме». «Целых три дня? Работать в пижаме?» «Ага. Хочешь верь, хочешь нет. Целых три дня». Было немного неловко, когда как-то в полдень почтальон принес мне бандероль, а я все еще была в пижаме. Но я пережила этот момент. Вовсе у нас тоже никакого дресс-кода, просто непринужденный деловой стиль, что тоже неплохо. Примерно раз в квартал из Нью-Джерси прилетает большой босс, и да, это не самый веселый день, но в целом...» Она замолчала, когда женщина снова появилась в поле ее зрения. Она остановилась у столика пожилой пары, чтобы посмотреть, что они едят. Затем поправила висящую на стене картину и подошла к стойке хостес. «Либо она действительно психически нездорова, и в таком случае ей требовалась помощь, либо она просто убитая в хлам». «Та женщина снова ходит по залу?» спросил ворон. Джулия кивнула. «Хочешь, я спрошу, все ли с ней в порядке?» «Нет-нет, не надо. Я просто постараюсь не обращать на нее внимания. Извини, что отвлеклась. Это не очень вежливо с моей стороны». «Это совершенно нормально с твоей стороны». Подошел их официант с напитками и корзинкой с выпечкой. Джулия хотела было ему что-то сказать, но тут же передумала. «Ух ты», сказала она, когда официант ушел. «Три разного вида булочек». «Для нас все самое лучшее», сказал ворон. Джулия взяла из корзины булочку и вдруг поняла, что женщина смотрит прямо на нее. «Да блин!» Подумала она, но вслух ничего не сказала. И тогда женщина зашагала прямо к ним. Она выдвинула свободный стул между вороном и Джулией и села за их столик. Глава третья «Мы можем вам чем-то помочь?» Спросил ворон женщину. «Можете... нет... не знаю». Женщине на вид было лет пятьдесят. У нее были длинные черные волосы с седыми корнями. И она накручивала одну прядь на указательный палец. «Чего вам всем от меня надо?» «Нам от вас ничего не надо», сказал ворон. «Твоя жена все время на меня пялится». «Она просто хотела убедиться, что с вами все в порядке», сказал ворон. «Разве в космические ценники блюд этого элитного ресторана не была включена услуга ограждения клиентов от психов во время ужина?» «Скажи ей, чтобы она на меня не пялилась». «Непременно скажу». «Я больше не буду на вас смотреть», сказал ей Джулия. «Извините, это было бестактно». «Вот-вот, именно, бестактно». «Я понятия не имею, зачем ты это делала. У меня достаточно проблем и без твоих дурацких игр в гляделке». «Знаете, думаю, вам лучше вернуться за свой столик», сказал ворон. «Где, черт возьми, шляется их официант?» «Я так и хотела сделать», взвизгнула женщина. «Уже собиралась уйти. Но тебе ведь непременно нужно было меня поторопить, да?» Зрачки женщины не были расширены, но она действительно слишком часто моргала. Как будто ей в глаза попали соринки. «Ты думал, я не уйду? Думал, буду сидеть тут с вами до самой смерти? Я собиралась уйти. Ты просто должен был подождать секунду. Все в последнее время куда-то торопятся, и это сводит меня с ума. Я уже собиралась уйти, ясно?» Она уперлась обеими руками в край стола и встала. Затем протянула руку и схватила лежащий рядом с вороном нож для масла, сжав его в кулаке, как кинжал. «Можно одолжить его на пару минут?» Спросила она. Ворон ничего не сказал. Он обменялся беспомощным взглядом с Джулией. Женщина отошла от их столика. Ворон вытер вспотевшие ладони о штаны. И что ему сейчас делать? Да, это был всего лишь нож для масла, но у той женщины явно наблюдались проблемы с психикой. И он просто не мог позволить ей вот так просто с ним уйти. Она могла навредить кому-то или самой себе. Он отодвинул стул. «Я сейчас вернусь», — сказал он Джулией. «Ты куда?» «Просто сообщу кому-нибудь, что произошло. Продолжай пробовать булочки». Ворон встал и последовал за женщиной. Он уже ненавидел этот чертов ресторан. Официант стоял в нескольких столиках от него, принимая чей-то заказ. Поэтому Ворон не стал его беспокоить. Женщина плюхнулась в кресло напротив мужчины средних лет, который, по всей видимости, был с ней знаком. Может, ну его. Или на всякий случай предупредить того мужчину, что у нее нож. Лучше предупредить. Ворон подошел к их столику. Эм, здрасте. Мужчина закончил прожевывать кусочек лосося и отложил вилку. «Да». «Я тут подумал... В общем, хочу, чтобы вы знали. Она забрала мой нож для масла». «Твой нож для масла». «Угу». «В смысле, выхватила его прямо у тебя из руки?» «Нет, взяла его с моего стола». «И?» «В этом ресторане что, больше нет ножей для масла?» «Я не это имел в виду». «А что ты имел в виду?» «Я просто подумал, что вы, возможно, захотите быть в курсе, что у нее нож». Мужчина усмехнулся. Затем потер правой рукой лоб, как будто все происходящее было просто еще одним досадным недоразумением. В цепочке досадных недоразумений, которые составляли его жизнь. «Отдай мужчине его нож», – сказал. «Да мне не нужен нож», – продолжал пытаться объяснить ворон. «Я подошел к вам не за этим». «Тогда зачем?» «Ты подошел, чтобы просто поболтать?» Она вела себя странно, подошла и села за наш столик. «Не говори обо мне так, будто меня здесь нет», – сказала женщина. «Простите», – сказал ворон. «Послушайте, обычно люди не хватают ножей с чужих столов, и с моей стороны было бы безответственно промолчать об этом. Кто-то воткнет кому-то нож в глаз, и это будет на моей совести. Но теперь я вам все рассказал и ухожу». Он начал поворачиваться, чтобы уйти, и увидел, что официант, обслуживающий их столик, стоит прямо у него за спиной. «Все в порядке, сайр», – спросил официант. «Да-да, все в порядке. Она просто взяла мой нож для масла, только и всего». «Что, простите?» «Не берите в голову, проблема уже решена». Ворон вернулся к своему столику и сел напротив Джулии. «Офигеть», – сказал он. «Что?» «А надвинутая на всю голову, местом нашего первого свидания я выбрал психушку. Покрадь, прости меня за это». Джулия рассмеялась. «Да ладно, где она ж не пропадала?» Пока Ворон пытался придумать, как поюморнее спросить, считает ли она, что еда, приготовленная в дурке, безопасна к употреблению, к столику подошел их официант. «Вы сказали, она взяла ваш нож?» – спросил он. «Да». «В тот момент, когда вы им пользовались?» «Нет». «Он лежал на столе». «Я принесу вам другой». «Я ходил туда не за тем, чтобы вернуть нож. Просто та женщина вела себя не совсем адекватно». «Понимаю вас, сэр». «Если бы она, к примеру, села за ваш столик и схватила ваш нож для масла, вы бы ведь тоже кому-то об этом сказали, верно?» «Я не пытаюсь закатить скандал или что-то в этом роде. Я просто хотел, чтобы тот мужчина был в курсе произошедшего». «Вы все сделали правильно, сэр. Я оценю это. Сейчас принесу вам другой нож для масла». Официант ушел. «Он думает, я очокнутый», – сказал ворон Джулии. «Прямо сейчас, наверное, рассказывает посудомойке, как я закатил истерику из-за ножа для масла, словно маленький ребенок». «Возможно, так и есть», – Джулия улыбнулась. «Ой, да все тип-топ. Инцидент исчерпан. Если той дамочке захочется подойти и отхлебнуть содовый прямо из моего стакана на здоровье, пусть угощается. Кстати, как тебе булочки?» «Победительный. Хочешь, я одолжу тебе свой нож для масла?» «Нет-нет, я достаточно терпелив, чтобы следовать установленному протоколу и героически дождаться, пока мне принесут замену. Кстати, если та психовная и правда решит снова к нам подойти, ты ведь предупредишь меня об этом, правда?» «Конечно». «Огромное спасибо». «Вообще-то, в данный момент она именно это и делает». «Серьезно?» «Угу». Ворон оглянулся через плечо и испустил длинный стон. Женщина действительно шла к их столику. «Это просто какой-то сюрф», — пробормотал он. Когда женщина подошла, он развернулся к ней в кресле. «Ледь, послушайте, мы тут вообще-то...» Она с громким стуком шмякнула на стол нож. «Вот твой нож, подавись. Счастлив». «Да, очень счастлив. Спасибо». «Я не хочу, чтобы ты остался без своего драгоценного ножа». «Я вам безмерно благодарен за это». «Может, в следующий раз отрастишь себе яйца вместо того, чтобы бегать, как баба, и ябедничать?» «В следующий раз так и сделаю. Обещаю». Женщина бросила на него уничижительный взгляд и ушла. «Надеюсь, салат, который нам принесут, будут самыми вкусными салатами в мире», — сказал Уоррен, снова поворачиваясь к Джулии. «Это не ресторан, а дерьмо собачье», — сказала Джулия. «Хочешь, пойдем в какое-нибудь другое место?» «Да, господи, да!» Они встали из-за стола, когда официант вернулся с ножом для масла. «Думаю, мы пойдем», — сказал ему Уоррен. «Мы что-то должны за напитки». «Вам не обязательно уходить», — сказал официант. «Мы с радостью пересадим вас за другой столик, если возникли какие-то проблемы». «Нет-нет, все в порядке. Просто нам пора, спасибо». «Постойте, я схожу за менеджером». «Не стоит, у нас нет к вам никаких претензий. Мы просто передумали ужинать, только и всего». «Мы будем рады вручить вам подарочный сертификат на ваш следующий визит». «Подарочные сертификаты всегда были заманчивым предложением. Но сейчас Уоррен просто хотел спасти свое свидание с Джулией». «Клянусь вам, все в порядке», — заверил его Уоррен. «Я обещаю, что не оставлю плохой отзыв в интернете. Ваш ресторан просто супер». Его следующими словами должны быть «А сейчас очень прошу, дай нам нахер пройти!» Но он надеялся, что ему не придется их произносить. Официант отступил в сторону, Уоррен последовал вслед за Джулией к выходу, почти ожидая, что в любой момент до него бросится маньяк с ножом для масла. Глава четвертая Когда они оказались на улице, Уоррен облегченно вздохнул. «Мне уж жаль, что так вышло». «Не вини себя. Это я пялилась на ту дамочку». «Точно. Ты во всем виновата. Ну и куда мы пойдем?» «Меня устроит любая забегаловка. Я даже не возражаю против фастфуда. Думаю, мы можем найти кое-что получше». Уоррен взял ее под руку, когда они зашагали к будке парковщика. Он не думал, что это самонадеянно. В конце концов, они были повязаны встречей с Двинутой. Парковщик, парень лет двадцати с небольшим, разговаривал по мобильному телефону. Поэтому Уоррен достал свой номерок и терпеливо ждал. Хоть он и не был в восторге от того, как начался этот вечер. По крайней мере, его перестал волновать баланс кредитки. «Да ну! Чё? Да ну! Ага! Угу! Ня-а! Чё? Ты прикалываешься? Офигеть, чувак!» Парковщик расхохотался так, что чуть не выронил трубку. «В натуре? Ага! Фу-фу! В натуре!» Уоррен счел уместным вежливо откашляться. «Да щас, щас! Тебе чё, блядь, трудно подождать пару сек, козлина!» «Что? Не понял?» Не веря ушам, переспросил Уоррен. «Я сказал, подожди пару сек! Или тебе нужно вернуть эту шмару точно в срок ее сутенеру! Боись не успеть?» Уоррен и Джулия недоуменно переглянулись. «Что я должен сейчас сделать? Он не мог позволить какому-то сопляку так разговаривать с Джулией. Он не хотел, чтобы она подумала, будто он из тех парней, которые нарываются на драки, но он ведь должен был как-то среагировать, верно?» «Я думаю», — сказал он, стараясь говорить спокойно, но твердо. «Тебе следует извиниться». Парковщик бросил на него взгляд полной такой неподдельной ненависти, что Уоррену вдруг захотелось забежать в ресторан и вернуться обратно с ножом для масла. «Исхираль мне делать!» «Потому что оскорблять женщину — это низко», — сказал ему Уоррен. Он был практически уверен, что если дело дойдет до драки, парковщик ему наваляет. Но он не мог позволить этому придурку себя запугать. По крайней мере, не сейчас, когда он пытается произвести на девушку впечатление. Парковщик закатил глаза. «Это низко», — сказал он, передразнивая Уоррена детским голоском. «Ты что, обдолбанный?» — спросил Уоррен. «Твой босс в курсе, как ты ведешь себя с клиентами?» «Без понятия! Хочешь, сам его спроси!» «Может, и спрошу». «Залупистый, да?» «Ну давай, позвони ему. Посмотрим, сколько он вычтет у меня из зарплаты за твои выбитые зубы!» «Да что вообще тут творится? Двинутая дамочка в ресторане. Отмороженный парковщик. От Д'Антона исходила какая-то аура, которая превращала людей в психов». «Все в порядке», — сказала Джулия. «Мне без разницы, что он сказал. Он не стоит того, чтобы портить нам вечер. Давай просто уйдем». Это была прекрасная возможность для Уоррена смерить парковщик остальным взглядом, сделав вид, что он взвешивает все «за» и «против». Вдвинуть ли ему в хлебало или нет. А затем, вроде как, неохотно уйти вместе с Джулией. К несчастью, ему нужна была машина. «Давай отойдем в сторонку», — сказал он парковщику. Парковщик пожал плечами. «Ну давай, отойдем!» «Спасибо». Уоррен отошел от будки и жестом пригласил его следовать за собой. Парковщик усмехнулся, как будто Уоррен был каким-то цирковым клоуном. А все происходящее — забавным представлением. «И чё?» — спросил он, подойдя. «Ты ставишь меня в неловкое положение», — тихо сказал ему Уоррен. «Та женщина. Понимаешь, у нас с ней первое свидание, и я не могу позволить, чтобы кто-то ее оскорблял. Просто не могу. В драке ты победишь, ты вдвое моложе меня. Но я к этому готов. Если хочешь подраться, мы подеремся. Но сам подумай. Оно тебе нужно потерять из-за этого работу и отсидеть пару месяцев в тюрьме, когда можно просто поступить по-мужски и принести даме свои извинения». «Эй, ты первый заговорил о драке», — сказал парковщик. «Не я». «До этого ты сказал, что выбьешь мне зубы». «А, точняк, так сказал». «Все, о чем я тебя прошу, — это извиниться. Тогда ни твой, ни мой вечер не будет испорчен. И все останутся при своих. Как тебе такой план?» «Покатит. Вообще пох». Парковщик оглянулся на Джулию. «Эй, ты прости, Лан. Мне этим пиздец как стыдно. Хочешь, я пойду домой повешусь, накину на шею петлю и задрочу себя с горя до смерти. Ты будешь счастлива?» «В этом нет необходимости», — сказала Джулия. «Извинения приняты». Ворон и парковщик вернулись к будке. Еще один мужчина вышел из ресторана и тоже направился к ней. «Можно мне ключи от машины?» — спросил Ворон. Парковщик покачал головой. «Не-а, я сам пригоню твою тачку». «Я бы предпочел сделать это лично». «Вам нельзя заходить на парковку, сэр». «Ну, я точно не позволю тебе сесть в мою машину». «А че так? Сам с детства мечтал стать парковщиком, но не срослось». «Ты правда хочешь, чтобы я сходил и вызвал менеджера?» — спросил Ворон. «Серьезно? Хочешь, чтобы все закончилось именно так?» «Валяй! Вне по барабану!» «Эй, пока он ходит за менеджером, можешь пригнать мою тачку?» — спросил подошедший мужчина. Это был крупный волосатый парень, который выглядел так, словно большую часть своей жизни провел в качалке. Похоже, он мог бы вырубить парковщик с щелчком мизинца. «Я не хочу идти за менеджером», сказал Ворон. «Я хочу, чтобы он просто отдал мне ключи, и я смог забрать свою машину». «Это моя работа!» — сказал парковщик. «Я тебе не доверяю!» «Он что, обдолбанный?» — спросил волосатый мужчина. «Нет», — ответил Ворон. «Просто мудак. Если я позволю ему сесть в мою машину, он сделает мне какую-нибудь подлянку». «Я и не думал делать никаких подлянок, пока ты сам про это не сказал, но теперь стопудово сделаю, насру прям на руль». Волосатый мужчина недоверчиво рассмеялся. «И у тебя основной доход с чаевых?» Парковщик проигнорировал его и сосредоточился на Вороне. «Мне запрещено пускать людей на парковку по технике безопасности, но я с радостью пригоню твою тачку». Он улыбнулся и резко ударил Ворона кулаком в живот. Ворон громко всхлипнул и согнулся пополам, хватая ртом в воздух, не в силах поверить, как это больно. Затем застонав, рухнуло на колени. Джулия коротко взвизгнула. По работе Ворону приходилось бывать в неблагополучных районах города, и он частенько выслушивал словесные оскорбления от семей, которым пытался помочь. Но его ни разу не били со времен средней школы, когда дворовые хулиганы подловили его на пути домой. Он смутно припоминал то ощущение, но даже с чуть более накаченным за прошедшие с тех времен прессом. Он не помнил, чтобы боль была даже приблизительно такой же сильной, как сейчас. Он услышал звук удара кости о кость и открыл глаза как раз вовремя, чтобы увидеть, как парковщик шмякается на асфальт. На мгновение ему показалось, что это Джулия сбила его с ног, что было бы одновременно и унизительно, и потрясающе. Но потом до него дошло, что это сделал крепкий волосатый мужчина, который уже вешал свой номерок на стойку с ключами. Джулия помогла Ворону подняться на ноги. Парковщик прижимал ладонь к лицу, и между его пальцами сочилась кровь. Ворон протянул руку и похлопал волосатого мужчину по плечу. — Спасибо. — Да нет проблем. Дебил сам нарвался. — Может, сходим за кем-нибудь? — Мне это точно не надо. Мужчина снял свой ключ с крючка на стойке. Ворон тоже снял свою связку ключей с крючка и отдернул ногу, когда парковщик, все еще лежавший на земле, схватил его за лодыжку. — Да что с тобой не так? — спросил Ворон. Волосатый мужчина присел на курточке рядом с парковщиком. — Мал получил. Хочешь добавки, м? Постучать тебе мордой об асфальт? Этого хочешь? Парковщик ткнул его в колено кулаком, но удар вышел настолько слабым, что мужчина вряд ли его даже почувствовал. — А-а-а, я понял. Тебе просто нравится боль, да? — спросил мужчина. — Я тебе ее обеспечу. С радостью. А будешь и дальше рыбца отправлю на полгода в больничку. Ну, рискнешь здоровьем? Парковщик, видимо, решил рискнуть. Он снова ткнул мужчину кулаком, и это выглядело еще более жалко, чем в первый раз. Мужчина встал. Это даже не смешно. Ладно, убогий. У меня есть дела поважнее, чем марать об тебя руки. Он кивнул Ворону и Джулии. — Приятного вам вечера, ребят. И зашагал к парковке. Глава пятая — Что будем делать? — спросила Джулия. Ворон взглянул на парковщика, который все еще истекал кровью и даже немного плакал. — Давай просто уберемся отсюда. Он полагал, что на данный момент их свидание фактически закончилось, но предпочел бы, чтобы оно не закончилось ударом ноги по черепу этого придурка. Джулия кивнула. — Думаю, нам следует позвонить в полицию, но мы сделаем это из машины. Хорошая мысль. Ворон снова взял ее под руку, и они пошли к парковке. Не то чтобы бегом, но определенно быстрее, чем обычно люди уходили, выйдя из элитного ресторана. Волосатый мужчина уже садился в свою машину. Раздался звук бьющегося стекла. Они оба огляделись, пытаясь понять, где это, где-то на парковке. Через три ряда в дальнем ее углу возле машины стоял худой старик лет восьмидесяти. Они видели только его плечи и голову, а затем его руку, когда он пробарабанил пальцами по крыше машины. Старик шагнул к следующему в ряду автомобилю. Три громких удара, а затем снова звон бьющегося стекла. — Господи, ну что еще? — спросила Джулия, когда они поспешили к этому ряду. В руке старик держал камень размером с кулак, заляпанный кровью, текущий из его порезанных пальцев. Он подошел к следующему автомобилю и ударил камнем по заднему стеклу. Сработала сигнализация, но старик не убежал при звуках раздражающего визга. Он ударил камнем раз, другой, третий, пока его рука не пробила стекло. — Эй, ты че, блин, творишь? — окликнул его ворон. — Что происходит? В этом районе что-то подсыпали в водопроводную воду. — Не соль свой нос, куда не надо! — крикнул старик, едва слышимый из-за орущей сигнализации. — Это не твое дело! Он перешел к следующему автомобилю. — Видишь мою машину? — спросил ворон Джулию, оглядываясь по сторонам. Джулия покачала головой, но потом кивнула и указала. — Вон там! Она была припаркована. Нет, только не это! В трех машинах. От старика-вандала. — Что за... — сказал ворон, когда они с Джулией подбежали к машине. Он отпер пассажирскую дверь, и когда она скользнула на сиденье, обежал машину и открыл дверь водителя. Он слышал, как старик разбил еще одно стекло. Ворон прыгнул за руль, повозился с ключами и завел двигатель. Сетчатый забор не давал им проехать вперед. Поэтому он дал задний ход и тут же ударил по тормозам, когда Джулия крикнула «Стой!». В зеркале заднего вида он увидел, что старик стоит прямо позади них. Ворон посигналил и повернулся на сиденье. — Уйди с дороги! — крикнул он. Старик просто стоял, все еще держа в руке окровавленный камень. Ворон опустил стекло и высунул голову в окно. — Эй! Хочешь, чтобы тебя раздавили? Отойди! — Не указывай мне, что делать, сопляк! — взвизгнул старик. При других обстоятельствах слово «сопляк» прозвучало бы лестно. Ворон несколько раз газанул, стоя на месте, хотя, естественно, у него и в мыслях не было давить старика. Джулия достала из сумочки мобильник. — Я не шучу! — крикнул Ворон старику. Старик ударил камнем по заднему стеклу его машины. — Да ты, блин, издеваешься! — Ворон заглушил двигатель и распахнул дверь. — Ты куда? — спросила Джулия с беспокойством, глядя на него широко открытыми глазами. — Уберу его с дороги! — сказал Ворон. — Если позволить ему разбить заднее стекло, он может потом разбить твое стекло следующим. — И осторожно! Не волнуйся! Ворон вылез из машины, когда старик второй раз ударил камнем по стеклу. — Эй, я с тобой разговариваю! — Я тебя слышу! — сказал старик, свирепо глядя на него. — Я не глухой, сраный недоумок! — Еще раз стукнешь по стеклу, пожалеешь! — сказал ему Ворон. Это была довольно вялая угроза, но Ворон не привык показывать худым старикам, что намерен с ними цацкаться. Старик бросил на него взгляд, напомнивший Ворону взгляд его дочери Ивоны в шестилетнем возрасте. — Взгляд, которым она одаривала его, когда он очень строгим голосом говорил ей, чтобы она прекращала кататься на горке и шла обедать. — Взгляд, который, по сути, сообщал, я понимаю твое требование и уважаю твой авторитет как родителя. — Но если нет, что ты мне сделаешь? — Прямо перед тем, как снова залезть на горку и скатиться с нее еще раз. Старик снова ударил камнем по заднему стеклу. Стекло покрылось паутиной трещин, но не разбилось. Ворон вырвал камень из руки старика. — Отдай в зад! — сказал старик. — Убирайся отсюда! Мы уже вызвали полицию! — Я сказал! Отдай мой камень! Он не твой! Ворон швырнул камень через забор. — Все! Нету! Иди, найди себе другое занятие! — Я убью тебя за это! — Просто отойди от моей машины, окей? Я не хочу тебя переехать! Автомобильная сигнализация все еще ревела. Как и положено в таких случаях, никто не выходил, чтобы проверить, в чем дело. — Ну давай, переедь меня! — сказал старик. — Смелый, да? Почувствуешь себя крутым мужиком? Давай! Ворон не был тяжелоатлетом, но он был в более чем хорошей форме, чтобы оттащить худого старика с дороги. Он обхватил его за талию, поднял и отнес брыкающегося и вопящего метров на пять в сторону. Там он осторожно опустил его на землю, хотя старик тут же плюхнулся на задницу. Но он вроде казался целехеньким, хотя все еще пыхтел от ярости, поэтому Ворон бросился обратно к своей машине. Он надеялся, то, что он сейчас сделал, не приравнивается к нападению на человека. Но если и так, верениться машин с разбитыми стеклами будет смягчающим обстоятельством. Джулия разговаривала по телефону, когда он сел в машину. — Хорошо, я поняла, спасибо, — сказала она. Потом прижала указательный палец к сенсорному экрану, чтобы отключить звонок. — Полиция и скорая уже в пути. — Отлично. Полицейские хотят, чтобы мы дали показания, но я сказал, что мы не чувствуем себя в безопасности, дожидаясь их здесь, поэтому отъедем куда-нибудь на время. Ворон с задом начал медленно выезжать с парковки. Старик уже поднимался на ноги, но недостаточно быстро, чтобы беспокоиться о том, что он попадет под колеса. — Хороший план, — сказал он. Последний шанс спасти свидание растворился как дым. Ну что ж, пережив встречу с двинутой, отмороженным парковщиком и стариком-вандалом, оставалось только поведать кому-нибудь об их захватывающих приключениях. Он выехал с парковки и свернул на дорогу. — Как думаешь, что происходит? — спросила Джулия. — Понятия не имею. — Это ведь не может быть просто чередой совпадений, верно? — Не знаю. Может быть и может. Или может старик, отец той сумасшедшей дамочки, а парковщик — их сумасшедший сын. — Семейное безумие? — Угу, — сказал Ворон. — Ну, то есть я, конечно же, не всерьез, но это было бы одним из самых логичных объяснений. Сегодня не полнолуние. Может, какая-то местная спортивная команда проиграла чемпионат или типа того? Насколько мне известно, нет. Может, люди заражаются коровьим бешенством от бифштексов, которые подают в том ресторане. Хотя не думаю, что коровье бешенство действует так быстро. Но, возможно, существует какое-то пищевое отравление, от которого люди начинают вести себя подобным образом. Возможно, и существует. Правда, я о таком не слышал. Но я не специалист по пищевым отравлениям. — И мы не в плохом районе, — сказала Джулия. — Нет. А даже если бы и были в тех районах, где битье стекол в машинах обыденность, люди делают это ночью и убегают, когда срабатывает сигнализация. — Тому старику вообще было плевать на все, даже если его арестуют. Ворон уставился на красный свет. Полицейские не уточнили, где их поджидать? — Нет. Я сказал, что мы вернемся через несколько минут. — Хорошо. Тогда, наверное, припаркуемся где-нибудь здесь. Когда загорелся зеленый, он проехал перекресток и припарковался у тротуара. — Думаю, не стоит отъезжать сильно далеко, — сказал Ворон. — Квартал или около того вполне достаточно. Не похоже, чтобы кто-то из тех психов гнался за нами. — Ага. Но если бы один из них вытащил пистолет, мы бы выглядели довольно глупо, проехав всего лишь квартал. — Ты права. Ты, как всегда, права. Теперь я чувствую себя намного спокойнее. Спасибо огромное. Джулия улыбнулась. — Знаешь, несмотря на то, что вечер в целом прошел довольно дерьмово, мне было приятно с тобой познакомиться. И я надеюсь, у нас будет еще одно свидание, которое закончится не так отстойно. — Завтра? В другом месте и в тот же час? — Идет. — Отлично. Мы просто вычеркнем сегодняшний день из памяти. Пусть завтра будет наше официальное первое свидание. Где-то вдалеке, возможно, в нескольких кварталах, прогремел выстрел. — Ну, супер, — сказал Ворон. — Может, это полицейские застрелили парковщика? Ворон рассмеялся. — Если ранили его в руку или ногу, я не против. Не хотелось бы, чтобы этому придурку прострелили башку. Только звук доносился не с той стороны. — Да я знаю. И еще один выстрел. Он прозвучал дальше, чем первый, но все равно заставил их нервно переглянуться. — Надеюсь, это не конец света, — сказала Джулия. — Был бы совсем уныло. Где-то в паре кварталах от них сработала автомобильная сигнализация. — Да ну нафиг, — сказал Ворон. — Я отвезу тебя домой. Мы можем дать копам показания утром, если захотят. — Звучит неплохо. Может, мне стоит перезвонить им и сообщить об этом, чтобы не подумали, будто мы сбежали с места преступления. — Лишним не будет. Не успел Ворон вывернуть на дорогу, как мимо них пронесся белый фургон, двигавшийся с явным превышением скорости. На следующем перекрестке он проскочил на красный свет, даже не притормаживая. Теперь Ворона охватила легкая паника. Он не был склонен к паранойи, но в происходящем было слишком много элементов хаоса одновременно. Все, чего он сейчас хотел, — это благополучно доставить Джулию до дверей ее квартиры, вернуться домой, лечь спать и, проснувшись, увидеть, что окружающий мир вернулся в свое обычное нормальное состояние. Джулия пахнула так громко, что Ворон вздрогнул. — Стой! Она указала на что-то, но он не мог разглядеть, на что именно. — Стой, стой! — Ну, тут негде... — Тормози! Ворон ударил по тормозам, радуясь, что позади не было машин. Джулия распахнула дверь и выскочила из машины. — Что случилось? — крикнул он ей вслед. — Ты куда? — Там женщина собирается сбросить девочку с балкона! Глава шестая Джулия бежала по улице, почти задыхаясь от паники. На балконе четвертого этажа стояла грузная женщина. На груди у нее висел младенец в одной из тех люлек кенгуру, и она держала визжащую маленькую девочку, возможно, пяти или шести лет, висящую за перилами балкона. Она ухватила девочку за запястье, но это был явно не тот случай, когда девочка случайно выпала с балкона, а мать в последнюю секунду успела ее поймать и сейчас отчаянно пыталась затащить назад. Женщина улыбалась. На самом деле, если бы не визги девочки, все могло бы выглядеть как эпизод опасной, но беззаботной игры. «Эй!» — крикнула Джулия, отчаянно размахивая руками над головой. «Эй! Ты что творишь?» Женщина посмотрела на нее сверху вниз. «Ты правда хочешь, чтобы я помахала руками тебе в ответ?» «Нет! Затащи ее на балкон!» Ворон, которому, естественно, пришлось бросить машину посреди улицы, подбежал к ней. «Да блин!» — сказал он. «Затащи ее на балкон!» — повторила Джулия. «Ты с ума сошла? Да что с тобой такое?» «Думаешь, я ее не брошу?» — крикнула женщина. «Нет, стой! Ты что там растявкалась, псина? Тявкнешь еще раз, и я ее брошу! Ну давай, тявкни еще раз!» «Ее балкон третий от входа», — сказал Ворон. «Я посмотрю, что можно сделать». Он подбежал к двери подъезда, распахнул ее и скрылся внутри. Девочка начала брыкаться и визжать так громко, что женщина чуть не выпустила ее из рук. «Перестань дрыкться!» — крикнула она девочке. «Хочешь, чтобы я тебя бросила? Если упадешь, будешь сама виновата!» Джулия достала сотовый и набрала 9-1-1. «А ну убери эту хуевину!» — крикнула женщина. «Быстро! Убери, или я ее брошу!» «Прости, прости!» — сказала Джулия, вероятно, недостаточно громко, чтобы женщина ее услышала. Она положила телефон обратно в карман и подняла руки, показывая, что в них ничего нет. «Нееет! Выбрось его! Выбрось, или я ее брошу!» «Пожалуйста, просто подтяни ее на балкон!» Толстуха отпустила одну руку девочки. От внезапно утяжелившегося веса в другой руке женщину дернула вперед. И на секунду Джулии показалось, что она сейчас раздавит висящего у нее на груди младенца оперила балкона. Джулия снова достала из кармана сотовой. Она беспомощно смотрела, как женщина пытается подтянуть девочку повыше. Джулия не могла расслышать, что она сказала девочке, но ей показалось, что это было «дай руку!» Девочка протянула ей руку. Потребовалось несколько попыток, чтобы поймать ее. Но женщину в конце концов поймала. Девочка перестала визжать и замолчала. «Видишь, что ты натворила? Все из-за тебя!» — крикнула женщина Джулии. «А теперь выбрось телефон в канализацию!» Джулия на мгновение заколебалась. «Она с радостью выбросила бы телефон ради спасения маленькой девочки. Но если все вокруг продолжат сходить с ума, если все станет еще хуже, она останется вообще без возможности позвать на помощь». «Я сказала «брасай!»» В поведении женщины не было абсолютно ничего, что указывало бы на то, что она блефует. Поэтому Джулия бросила телефон на тротуар и пнула его в сторону канализационной решетки. Надеюсь, что он не долетит до нее несколько сантиметров. Так оно и вышло. «Я не говорила, чтобы ты его пинала!» — взвизгнула женщина. «Я сказала бросить его в канализацию!» «Да завали ты ебало!» — крикнул мужчина, высунувшись из открытого окна рядом с балконом женщины и глядя на Джулию. «Блядь, я тут телевизор смотрю!» Он исчез в окне, суть по всему, вообще не обратив внимания на то, что происходит. Джулия подошла к тому месту, где лежал ее телефон и пнула его между прутьев канализационной решетки, чувствуя, как екнуло сердце, когда внизу раздался всплеск. «А теперь затаскивай ее обратно!» — крикнула она женщине. «Я не обещала тебе сделать это! Я тебе этого не обещала! Не обещала!» Чем Джулия могла смягчить падение девочки? Она быстро огляделась по сторонам, но поблизости не было никаких полезных вещей, вроде матрасов или больших подушек. Не было даже мусорных мешков. Если женщина уронит девочку, та упадет с четвертого этажа прямо на асфальт. Джулия не могла сказать наверняка, но ей показалось, что девочка начала медленно выскальзывать из рук женщины. «Послушай!» — крикнула Джулия. «Что мне еще сделать, чтобы ты ее не бросала?» «Думаю, я все равно брошу ее, чтоб ты не сделала!» «Это твоя дочь?» «Если только ее не подменили в роддоме!» «Зачем тебе убивать собственную дочь?» «У тебя есть дети?» «Нет». «Иногда их просто хочется убить!» «Заведи собственных детей, и ты поймешь!» «Ой, мои руки начинают сводить судороги!» «Ой, я их почти не чувствую!» «Кажется, сейчас Кэти уебется прямо об асфальт хуяк!» «Да, Кэти и ее красивому платьицу!» Джулия не смогла бы поймать девочку, если бы та упала. Даже такая маленькая девочка, приземлившись с высоты четырех этажей, сломала бы ей позвоночник. Кэти, возможно, смогла бы выжить, самортизировав на искалеченном теле Джулии. Но Джулия была бы достаточно честна с собой, чтобы признать, что она не готова пойти на такую жертву. Она вдруг заметила молодую пару, идущую под ручку примерно в квартале от них. Они, раскрыв рты, наблюдали за происходящим, но, казалось, даже не ускоряли шаг, чтобы прийти на помощь. На самом деле, парень выглядел так, будто был готов развернуться и убежать. Женщина на балконе заметила, на что смотрит Джулия. «Эй!» — крикнула она парочке. «А ну свалили отсюда, или я ее брошу!» Не думая ни секунды, они вняли ее приказу и быстро убежали, скрывшись за углом. Девочка по-прежнему не издавала ни звука, но, по крайней мере, слабо шевелилась, давая понять, что все еще в сознании. Либо она пыталась контролировать свои движения, чтобы не выскользнуть из рук матери, что было маловероятно для шестилетнего ребенка. Лип была так напугана, что впала в ступор. «Что ей делать?» — Джулия чувствовала себя совершенно беспомощной. «Лови!» — крикнула женщина и отпустила девочку. Глава седьмая Ворон взбежал по ступенькам так быстро, как только мог, одновременно тыкая большим пальцем в кнопки телефона. Он попытался набрать 9-1-1, но вместо этого набрал 9-1-2. Со второй попытки ему удалось набрать правильный номер. «9-1-1, служба спасения», — сказал мужской голос на другом конце линии. «Алло, я в доме на... Блин, я не знаю где. Это в нескольких кварталах к северу от Дентона. Ресторана на Ридж-Авеню. На балконе четвертого этажа стоит женщина, и она... Алло, алло!» Телефон дважды пискнул, и он взглянул на дисплей. Нет сигнала. «Сраный лестничный пролет!» Он распахнул дверь на четвертый этаж и выбежал в коридор. В начале коридора, прислонившись к стене, пил пиво дородный седобородый мужик, похожий на байкера из «Ангелов Ада». Мужик посмотрел на Ворона. «Ты здесь живешь?» — спросил он, поправляя темные очки. «Я?» — нет. Ворон побежал по коридору, засланному грязным, потертым ковролином. «Мы не пускаем в дом посторонних!» — сказал мужик, хватаясь за деревянную бейсбольную биту, прислоненную к стене рядом с ним. «Зачем этому типу в коридоре бита? У «Ангелов Ада» своя бейсбольная лига? Что, блядь, вообще сегодня происходит?» Мужик закинул биту на плечо и зашагал к Ворону. Он не улыбался. Первой мыслью у Ворона было, наверное, я должен быть в каком-то другом месте, когда этот мужик до меня доберется. Но он решил сохранять оптимизм и попробовать дипломатию. «Эй, там, снаружи, чрезвычайная ситуация!» — сказал он. Он указал пальцем на одну из дверей, надеясь, что правильно вычислил местоположение квартиры толстой женщины. «Женщина из этой квартиры хочет сбросить своего ребенка с балкона. Мне бы очень пригодилась ваша помощь!» Мужик ускорил шаг. Он не выглядел так, будто был заинтересован в оказании какой-либо помощи. «Вали! Нахуй! Из моего дома!» — заорал он, подбегая и замахиваясь битой. Это не было попыткой просто напугать. Мужик явно намеревался раскроить Уоррену череп. Уоррен отшатнулся, и бита просвистела в воздухе примерно в двух сантиметрах от его лица. У него было два варианта — либо убежать, либо попытаться отобрать биту у слетевшего с катушек байкера. И Уоррен подозревал, что если побежит, то последним звуком, который он услышит в жизни, будет треск биты, сминающий его затылок. Поэтому он бросился на мужика. Не то чтобы мужик обладал какой-то сверхчеловеческой силой, но определенно был намного сильнее. И прежде чем Уоррен успел это осознать, он, спотыкаясь, отлетел к стене и врезался в нее плечом, застонав от боли. Обернувшись, он снова увидел биту, летящую ему в голову. Он пригнулся и услышал, как бита ударилась над ним в стену, осыпав его волосы щепками. Уоррен сделал несколько шагов назад. Этот байкер определенно был не из тех людей, на которых действовали рациональные доводы. Но Уоррен должен был попытаться еще раз. — Ты слышал, что я тебе сказал? Там сейчас ребенка сбросят с балкона! — Это не мой ребенок! Байкер подобрал с пола половину сломанной биты, из которой торчало несколько острых щепок. — Ты серьезно? Если ее хотели сбросить, когда ты забежал сюда, то уже давно сбросили! Уоррен старался не думать об этом. — Мы этого не знаем! Мы все еще можем спасти ее! — Может, ты просто ездишь мне по ушам? Уоррен указал на дверь. — Давай зайдем туда вместе, и сам все увидишь! Мужик покачал головой. — Не-а! И снова бросился на Уоррена, на этот раз размахивая обломком биты, как розочкой разбитой бутылки. Уоррену опять удалось увернуться, хотя одна большая щепка отлетела от биты и царапнула его щеку. Уоррен был не из тех людей, кто убегает в конфликтной ситуации, но когда какой-то отбитый мужик, похожий на байкера из «Ангелов Ада» пытается убить тебя куском бейсбольной биты, нет ничего постыдного в том, чтобы сделать ноги. Мужик преграждал ему путь к лестнице, но в другом конце коридора должен был быть еще один выход. Уоррен развернулся и побежал. На другом конце коридора выхода не было. Мужик бежал прямо за ним, Уоррен остановился в тупике, затем снова отпрыгнул в сторону и острый конец биты вонзился в стену рядом с ним, продырявив штукатурку. Он даже не подозревал, что у него такие хорошие рефлексы. Байкер, должно быть, много курил. Уоррен попытался проскользнуть мимо него, но байкер свободной рукой заблокировал путь, ткнув раскрытой ладонью ему прямо в солнечное сплетение. Уоррен рухнул на пол, внезапно потеряв способность дышать. Через две квартиры за спиной байкера распахнулась дверь. «Блин, да вы уж достали!» — сказал высунувшийся из нее длинноволосый чувак, лет двадцати пяти, не потрудившись даже спрятать за спину бонг, который держал в руке. «У вас совесть есть? Мы тут накуриться собрались!» Байкер тут же отвернулся от уорона и бросился на укурыша. Тот заскочил обратно в квартиру и захлопнул дверь так быстро, что она прищемила бонг и расколола его пополам. Капли воды и осколки стекла брызнули на пол. Дверь напротив квартиры укурыша тоже открылась. Какой-то мужчина, чисто выбритый, но почти такого же роста, как байкер, вышел в коридор с явным намерением оторвать кому-нибудь башку. Байкер развернулся и ударил его обломком биты по правой руке. Мужчина взвыл от боли. Вой перешел в пронзительный визг, когда байкер снова ударил его в то же самое место. Рука мужчины повисла, как плеть, и он, пошатываясь, скрылся за дверью. Байкер шагнул следом за ним в квартиру. Ворон услышал громкий стук металла о кость. Байкер, спотыкаясь, вышел из квартиры, держась руками за лоб. Следом за ним вышла молодая миниатюрная женщина с железной клюшкой для гольфа в руках и снова ударила его ей, попав точно в рот. Байкер выплюнул пару окровавленных зубов, а затем всхлипнул, как будто поддавился еще парочкой. Женщина ударила его клюшкой снова и снова. Ворон не знал, правильно ли у нее поставлен удар для игры в гольф, но с точки зрения эффективного избиения человеческого существа, ее техника была в высшей степени профессиональной. После сильного удара прямо по коленной чашечке Байкер упал на пол. Женщина, не останавливаясь, продолжала лупить его клюшкой. Это было уже слишком, она явно собиралась забить его до смерти. Трудно испытывать сочувствие к человеку, который только что пытался проломить тебе голову битой. Но когда очередной удар сдвинул нижнюю челюсть Байкера на десять сантиметров вправо уорона передернуло. — Ну все, все, хватит, — сказал он. — Вы уже отделали его достаточно. Женщина размахнулась и со всей силой влупила клюшкой Байкеру по ключице. — Вам не следует больше его... Орен замолчал. Он почти забыл, зачем здесь находился. Если маленькую девочку еще можно спасти, глупо тратить время на то, чтобы впрягаться за жизнь Байкера. Байкер выставил перед собой руку, пытаясь заблокировать очередной удар. Ему удалось отбить клюшку и сохранить себе переносицу. Но три его пальца теперь были сломаны и отогнуты назад так, что почти касались тыльной стороны ладони. Орен оставил бедолагу на произвол судьбы, какой бы трагический конец не уготовила ему женщина. И побежал обратно по коридору, пока не добрался до нужной, как он надеялся, двери. Он повернул ручку, слава богу, не заперто. Взлом дверей не входил в его навыки. Квартира была пуста, но он мог слышать женский голос, доносившийся с балкона. Так что дверью он не ошибся. Теперь ему нужен был план. На данный момент у него не было ничего, кроме «попробуй отговорить ту женщину не делать этого». — Лови! — крикнул женщина. Девочка завизжала. — Черт, неужели он опоздал на каких-то пару секунд? Он бросился в гостиную, теперь уже видя женщину через открытую раздвижную стеклянную дверь. Она услышала его шаги и обернулась. Младенец, висевший у нее на груди, заплакал. — Какого хуй ты делаешь в моей квартире? — спросила женщина. Девочка продолжала визжать. Она все еще была жива. Неужели ей удалось за что-то зацепиться? Женщина вытянула руки, словно хотела вцепиться в ворона, хотя все еще стояла на балконе и не могла до него дотянуться. Потом она бросилась на него. Ворону не нужно было кричать «Осторожно, ребенок!». Женщина, несомненно, была в курсе, что у нее на груди в люльке висит младенец. Она только что попыталась сбросить собственную дочь с балкона четвертого этажа, так что было совершенно очевидно, что у нее не все в порядке с головой. — Осторожно, ребенок! — все равно прокричал ворон, потом отпрыгнул в сторону. Женщина пробежала несколько шагов мимо него, развернулась на одной ноге, и на какое-то ужасное мгновение ворону показалось, что она сейчас упадет. Но она удержала равновесие и снова бросилась на него. — Не лезь не в свое дело! Ворон хотел крикнуть висевшей за балконом девочке, что помощь уже близко, что она должна держаться изо всех сил, что он сейчас ее спасет, но... Он не смог, потому что внезапно пальцы женщины сдавили его горло. Его ноги запнулись, а стоявшись сзади диван, колени подломились, и он упал задницей на его сиденье. Женщина вдавила большие пальцы ему в трахею. Никогда, ни при каких обстоятельствах, нельзя бить женщину. Этому его учили с раннего детства, и следовать данному правилу всегда было очень легко, как в этическом, так и в практическом смысле. Но когда женщина пыталась убить собственного ребенка, а теперь пытается задушить и тебя, твой моральный кодекс требует некой корректировки. Но не сразу. Сначала он просто попробовал оторвать ее пальцы от своей шеи. И не смог этого сделать. Опять же, женщина не выказывала никаких признаков сверхчеловеческой силы, но душила его крайне профессионально. Поэтому он ударил ее кулаком по лицу. Ее голова откинулась назад, и она ослабила хватку на его горле. Потом очень громко обозвала его гондоном. И снова принялась его душить. И тогда Уоррен ударил ее второй раз. Он знал, что в реальной жизни удар кулаком в лицо причиняет куда большую боль, чем показывают в кино. Но не ожидал, что будет так больно, когда его костяшки хрустнули так, словно по ним заехали молотком. Второй удар, похоже, послал женщину в нокдаун. Она несколько раз моргнула, потеряла равновесие и повалилась на пол. «Нет!» — крикнул Уоррен. Он схватил ее за халат, и пока она беспомощно размахивала руками, сумел повернуть так, чтобы она упала на бок. «Ты ж могла раздавить с собой ребенка!» — крикнул Уоррен. «Я? Это ты ударил меня, мудак!» Уоррен осознал, что маленькая девочка все еще кричит снаружи, все еще цепляется за что-то. Он поднялся с дивана и попытался забежать на балкон, но женщина вцепилась ему в лодыжку обеими руками, и он упал, ударившись коленями о пол и чуть не заехав виском в угол кофейного столика. Женщина, скрючив пальцы, бросилась на него. Если бы не младенец, висевший в люльке у нее на груди, можно было просто пнуть ее ногой в живот, что, скорее всего, разрешило бы ситуацию. Но все, что Уоррен мог сделать, это отчаянно отпрянуть назад, пытаясь держаться от нее подальше. «Ты раздавишь ребенка!» — снова заорал он. Чуть ранее он уже пытался донести до нее эту информацию, и не было никаких оснований полагать, что именно этот комментарий изменит ее поведение. Но это же был грудничок! Он должен был продолжать пробовать уговорить женщину прекратить это безумие. Она не могла хотеть причинить боль младенцу. Так что, возможно, на этот раз до нее наконец дойдет! До нее не дошло. Уоррен ударился спиной об кресло. Подушка кресла была мягкой, но он все равно испугался. Он еще раз попытался заехать кулаком женщине в лицо, но не достал. Вскочил на ноги и бросился на кухню. Первое, что он там увидел, были детские рисунки на дверце холодильника. Второе, что он там увидел, была деревянная стойка, полная кухонных ножей. Он поскользнулся на кафельном полу и чуть не упал, но удерживал равновесие и выхватил из стойки разделочный нож. Потом резко обернулся, и на мгновение его сердце остановилось, когда ему показалось, что женщина сейчас бросится прямо на нож, насаживая на него младенца. К счастью, в паре шагов от него она остановилась. Уоррен понимал, что не сможет ткнуть ножом мать двоих детей, но пока она этого не знала, ему, возможно, удастся сделать так, чтобы никто не умер. — Чё, хочешь меня зарезать? — спросила женщина. — Каким ссыклом надо быть, чтобы угрожать женщине ножом? — Ты что, не слышишь, как кричит твоя дочь? — спросил ворон, уже с некой неотвратимостью, понимая, что, скорее всего, не сможет до нее достучаться. — Дай мне спасти ее! — Если бы я хотела, чтобы ты ее спас, я бы ее не бросала. — Посмотри на себя. У тебя грудной ребенок, тебе нужна медицинская помощь. С тобой что-то не так, это не твоя вина с людьми, такое иногда случается. Просто позволь мне вызвать скорую, пока ты не сделала что-то с собой и со своим ребенком. — Кстати, а где служба спасения? Колесят по окрестностям и смотрят на балконы четвертых этажей, надеясь увидеть на одном из них висящую маленькую девочку, потому что он не смог назвать им точный адрес? Или что, если масштабы этого безумия выходили далеко за рамки того, с чем столкнулись они с Джулией, и тогда все экстренные службы города могли быть заняты другими вызовами? — Я не собираюсь ничего с собой делать, — сказала женщина. — Ты что, думаешь, я ебнутая? — Нет-нет, вовсе нет. Просто... — Но ты же понимаешь, что все, что ты творишь, это ненормально. Женщина пожала плечами. — Чего ты решил, что это ненормально? — Сделай мне огромное одолжение. Сними с себя люльку с ребенком. — Хочешь, чтобы я бросила Джинни на пол? — Нет. — Женщина улыбнулась. — Да я прикололась, идиотина. Ты даже в приколы не въезжаешь. Это печально. — Как тебя зовут? — А тебя? — Уоррен. — Уоррен? — Да. — Дебильное имя. И звучит по-мудацки Уоррен. Уоррен-хуйоррен. — А тебя как зовут? — Ты уже спрашивал. — Ты не ответила. — Шерил. — Приятно познакомиться, Шерил. А теперь, пожалуйста, сними люльку. Шерил покачала головой. Если был бы хоть один шанс спасти маленькую девочку, одновременно отбиваясь от Шерил, пытающуюся его задушить, он бы выбежал на балкон прямо сейчас. Но шансов на такое не было. Сними люльку, и мы поговорим. — Я не хочу с тобой разговаривать. Тебя вообще сюда никто не звал. Ты вломился в чужую квартиру. Это уголовное преступление. Уоррен сделал шаг вперед и махнул перед лицом женщины ножом. Не с целью ее поразить, а просто надеясь напугать. — Положи ребенка на пол, или у меня не будет другого выбора, кроме как заколоть тебя. Шерил осторожно положила руку на голову ребенка. — Может быть, мне вдавить большой палец ему в темечко? — Как тебе такое? — Я серьезно. Я сделаю все, чтобы спасти твоих детей. — Да. — Да. Он посмотрел ей в глаза, пытаясь показать, насколько серьезно он настроен, хотя по-прежнему не верил, что сможет ударить ее ножом. Шерил прыснул со смеха. — Ой, боюсь, боюсь. Чуть не обосралась. Но попытка зашит она. Снаружи раздался громкий вопль ужаса. Не с балкона. Ниже. — Джулия. Ворон еще раз махнул ножом перед лицом Шерил. — Я иду на балкон. Пойдешь за мной и клянусь богом, я воткну этот нож тебе прямо в глаз. Он сделал шаг к балкону, она сделала шаг к нему. — Я не шучу! Еще один крик. Внезапно лицо Шерил исказилось от злобы. — Да блядь! Блядь! Ворон оглянулся, чтобы посмотреть, что ее так взбесило. Маленькая девочка стояла на пороге кухни и, дрожа всем телом, тихо рыдала. Ей как-то удалось самостоятельно вскарабкаться на балкон. Это был чертовски везучий ребенок. Шерил в ярости сжала кулаки. — Ты должна была упасть! Она бросилась на девочку. Ворон, не имея выбора, тут же встал между ними, все еще держа перед собою нож. Глава восьмая Когда женщина бросила девочку, Джулии показалось, что ее сердце выпрыгнет из груди и вылетит наружу. Но когда девочке каким-то чудом удалось зацепиться за нижнюю часть балкона, Джулия испытала облегчение настолько сильное, что ей захотелось заплакать. Облегчение длилось где-то полсекунды, когда она быстро поняла, что девочка, скорее всего, все равно упадет. И Джулия ничем не могла ей помочь. Пожарная машина могла бы случайно проехать мимо с одним из тех надувных батутов, хотя она сомневалась, что такие штуки все еще используют. Или Ворон мог успеть добраться до балкона, но если ни того, ни другого не произойдет, что ей делать? Просто стоять и выкрикивать речевки моральной поддержки? Давай, девочка, у тебя получится не расхренаться! Не расхренаться об асфальт! Не расхренаться об асфальт! Должен же быть какой-то способ смягчить ее падение. Попросить матрас у кого-нибудь из соседей, живущих на первом этаже, или... Из-за угла, визжа шинами, выехал джип. Он просигналил, подъезжая к машине у Ворона, но остановился вместо того, чтобы ее объехать. Из джипа вылезли трое парней, похожих на студентов колледжа, разодетых так, словно они ехали с какой-то вечеринки. Один из них, рыжеволосый, веснущатый, подбежал и встал на тротуаре рядом с Джулией. Он быстро достал из кармана телефон. Девочке удалось задрать ногу и зацепиться ею за перила. Джулия чуть не выкрикнула что-то ободряющее, но не хотела отвлекать ее. Она повернулась к рыжеволосому парню. «Ты, я и твои друзья, если мы все встанем под балконом, то сможем поймать ее, если она упадет». Рыжеволосый кивнул и постучал пальцем по экрану телефона. «Да-да, сейчас так и сделаем». Он повернулся к своим друзьям. «Эй, парни, че стоите? Идите сюда!» «Эх, хоть бы эта маленькая сучка пизданулась», — сказал один из парней. «Думаешь, это смешно?» — крикнул в ответ рыжий, прижимая телефон к уху. «Думаешь, это какой-то прикол? Какого хрена, чувак?» Он посмотрел на девочку, которая продолжала карабкаться на балкон. «Возможно, у нее все получится», — сказала Джулия, хотя с трудом в это верила. «Говорят, все линии заняты». Рыжий опустил телефон и повернулся к друзьям. «Эй, да что с вами, придурки? Идите сюда!» Двое других парней ухмылялись. Один из них что-то прошептал другому, и оба захихикали. «Может, лучше пусть стоят, где стоят?» — сказала Джулия. «Я не знаю, что с ним такое. Клянусь вам, я не стал бы дружить с парнями, которые ведут себя, как полные будаки». Один из парней достал телефон и навел камеру на девочку. «Ты что, снимаешь это на камеру?» — в шоке спросил рыжий. «Он снимает это на камеру», — сказал он так тихо, что Джулия не поняла, к кому он обращается, к ней или к себе. «Эй, Стив!» — сказал второй парень. «Ну, ты собираешься страхнуть эту телку или как?» Недоверчиво покачав головой, Стив снова повернулся и посмотрел на девочку. «Давай», — сказал он. «У тебя почти получилось». Джулия гадала, что же случилось с Вороном. Он давно должен был добежать до квартиры той женщины. Может, пытается выломать дверь? Было трудно оторвать взгляд от девочки, но Джулия оглянулась на двух парней, стоящих у джипа. Один все еще снимал на телефон, а другой облизнул губы и подмигнул ей. Затем обошел джип и открыл багажник. «Да блин», — сказал Стив, — «в 911 по-прежнему занято. В этом городе на каждом балконе висит по ребенку? Что вообще происходит?» «Не думаю, что мы сможем ей как-то помочь», — сказала Джулия. «Нам надо сваливать отсюда». «Сваливать? Что значит сваливать?» Вдруг Стива достал из багажника монтировку. Он хлопнул ею по ладони, явно пытаясь выглядеть угрожающе. «Твои друзья употребляют наркотики?» — спросила Джулия. «Нет, я тусил с ним всю ночь. Мы таким вещам не занимаемся. Я не знаю, что с ним случилось». «Ладно, они не единственные, кто сошел с ума. Надо убираться отсюда». «Эй, Стив!» — сказал парень, который снимал девочку на телефон. «Спорим на десять баксов, что ты не сможешь сбить камнем эту сыкуху с балкона? Десять баксов — три попытки». «Я накину еще десятку», — сказал парень с монтировкой. «Вы правы», — сказал Стив Джулии. «Надо убираться отсюда». Девочка перелезла через перила и благополучно оказалась на полу балкона. Стив и Джулия побежали. Джулия не стала оглядываться, чтобы посмотреть, бегут ли за ней те два парня, но через несколько секунд услышала позади себя топот ног. А затем краем глаза увидела парня с монтировкой, бегущего по дороге. Судя по всему, он был чертовски хорошим спринтером, потому что уже почти догнал их. На бегу он метнул монтировку, как копье. Монтировки не предназначались для таких бросков. Она не полетела прямо, а закрутилась в воздухе. Потом упал на тротуар, подпрыгнула и ударила Стива по ноге. Он споткнулся и с разбега грохнулся об асфальт лицом вперед с такой силой, что кровь брызнула из его головы во все стороны. «Да!» — заорал его друг. «Трехочковый! Видали? Я б в жизни не смог повторить такой бросок!» Он что, специально целился в Стива, а не в нее? Неужели все еще хуже, чем она думала? На долю секунды Джулию охватила нерешительность продолжать бежать или дать отпор. Она выбрала второе, быстро развернулась и бросилась к монтировке. Друг Стива был слишком увлечен победным танцем, чтобы подобрать монтировку. И к тому моменту, когда он понял свою ошибку, она уже размахивала ею, держа обеими руками. Стив перевернулся на бок, обнажив жуткое кровавое месиво на месте своего лица. Он попытался что-то сказать, но из его рта вырвался только бессвязный хрип. «Эй, а ну брось мне мою монтировку!» Сказал парень Джулии. «Просто свали!» Сказала она. «Ты же не хочешь быть здесь, когда приедет полиция?» Парень пожал плечами. «А почему нет? Будет шанс прикончить парочку копов. Как там говорят, вся наша жизнь — это поиск новых впечатлений. Так ведь?» Он шагнул к ней. «Сделаешь еще шаг, и я воткну эту штуку тебе в шею!» — предупредила Джулия. Он сделал еще шаг. Джулия воткнула ему в шею монтировку. Он упал на тротуар, издав булькающий звук, когда кровь хлынула у него изо рта, заливая рубашку. Джулия знала, что если она хоть на секунду промедлит, ужасаясь тому, что сделала, у последнего парня будет возможность ее схватить. Поэтому она быстро выдернула монтировку и выставила ее перед собой, все еще капающую кровью. «Вот это жесть!» — сказал последний парень, казалось, забавляясь видом своих искалеченных друзей. «Какой отмороженной сукой надо быть, чтобы сотворить такое с человеком?» Джулия пару раз махнула монтировкой. «Вали отсюда!» «А то чё!» «А то я разобью тебе башку». Парень задумчиво почесал подбородок. «Да, не хотелось бы». «Ладно, думаю, есть куча других людей, которых можно убить. Найду кого-нибудь, у кого нет монтировки. Зачем рисковать, когда веселье только начинается, верно?» Он повернулся и пошел к джипу. «Стой!» — крикнула ему вслед Джулия, понимая, что, возможно, совершает непоправимую ошибку. Он оглянулся через плечо. «Что происходит?» — спросила Джулия. «Зачем ты это делаешь?» Парень пожал плечами. «Ну, просто мне кажется, это правильным». «Но почему?» «Могу поспорить. Ты сама это скоро поймешь». Он зашагал прочь. Глава девятая «О боже! Я зарезал младенца! Я зарезал младенца! Я зарезал младенца!» Разделочный нож был воткнут в грудь женщины по самую рукоять. Ворон не мог сказать, насколько сильно он порезал ребенка, но на левой стороне его светло-голубого комбинезона проступало пятнышко крови. Женщина начала валиться вперед. Ворон обхватил ее за плечи и попытался осторожно опустить на пол. Но она выскользнула из его рук. «Блядь, блядь, блядь!» Он толкнул ее изо всех сил назад. Женщина кулем рухнула на пол. Она с грохотом упала на спину и не расплющила с собой ребенка. Ворон выдернул нож из ее груди, затем использовал его, чтобы отрезать люльку с плачущим младенцем. Он сунул указательный палец в дырку в его комбинезоне. Рана была не очень глубокой. Он не знал, существует ли такое понятие, как поверхностный порез, когда речь идет о маленьком ребенке. Но не думал, что ему грозит опасность истечь кровью до того, как он сможет доставить его в отделение неотложной помощи. Он огляделся в поисках девочки. Она все еще стояла в дверях кухни. «Ты убил мою маму», — сказала она. «Нет-нет, она жива. С ней все будет в порядке, обещаю». «Ты убил мою маму!» «Я должен был защитить тебя и твоего младшего братика!» «Ты убил мою маму!» «Я сама хотела ее убить!» Девочка кинулась к нему, вытянув руки и сжав пальцы, как коготки. Уоррен не мог поверить в то, что видит. Он отбросил в сторону нож, чтобы избежать повторения несчастного случая, и приготовился ее поймать. Девочка врезалась в него силой, которой он не ожидал, чуть не повалив его на пол. Уоррен подхватил ее на руки. Она завизжала от ярости, брыкаясь и размахивая руками, пытаясь выцарапать ему глаза. Он вынес ее из гостиной в коридор, взвизгнув, когда ее ногти царапнули его, по голове сдирая кожу. Он шагнул через открытую дверь в комнату, похожую на спальню матери. Швырнул девочку на кровать, затем быстро выбежал и захлопнул дверь. Она не запиралась снаружи, и рядом не было ничего, чем можно было бы ее подпереть. Поэтому он понимал, что выиграл себе не больше нескольких секунд. Похоже, снова придется быть мудаком. Он услышал скрип пружин, а затем топот детских ножек по полу, а поэтому распахнул дверь и ударил девочку кулаком в лицо. Затем снова захлопнул дверь и побежал обратно в гостиную. Там он подхватил на руки младенца и выбежал из квартиры. Ворон опустился по лестнице на первый этаж как раз в тот момент, когда Джулия вошла в подъезд. Они вместе выбежали на улицу. «С девочкой все в порядке?» – спросила Джулия. «Вроде того, жить будет». «Давай я заберу у тебя малыша». Ворон покачал головой. «Нет, все нормально. Пусть побудет пока у меня». Он не очень уютно чувствовал себя с детьми, за исключением тех случаев, когда одним из них была его собственная дочь. И в любое другое время с радостью передал бы ребенка в более заботливые руки. Но ребенок продолжал пытаться его ущипнуть. Пытался вцепиться в него своими крошечными пальчиками. Естественно, это было не больно, но он не считал правильным отдавать Джулии младенца-убийцу. Ворон ничего не сказал при виде двух трупов, лежащих на тротуаре и окровавленной монтировки в руке Джулии. Все давно уже пошло по пизде. И можно было отложить дискуссию о том, что им пришлось сделать ради того, чтобы выжить на более спокойный день. Как только они подошли к его машине, Ворон понял, что не может ехать с младенцем на коленях. «Осторожно», — сказал он, передавая ребенка Джулии. «Он... злой». Кто-то закричал. Ворон и Джулия оглянулись как раз вовремя, чтобы увидеть упавшего на асфальт подростка. Несколькими этажами выше мужчина и женщина дали друг другу пять и засмеялись. Затем мужчина резко толкнул женщину, перевалив ее через перила. «Козел!» — крикнула она, летя вниз. И грохнулась об землю рядом со своим сыном, подняв фонтан кровавых брызг. Ворон и Джулия сели в машину и уехали. Ворон включил радио. «Попробуй найти какой-нибудь новостной канал», — сказал он, доставая из кармана телефон. «Он никогда не пользовался мобильным телефоном за рулем, особенно когда ехал так быстро. Но сейчас явно были смягчающие обстоятельства. Мне нужно позвонить дочери». Ионна ответила после первого гудка. «Пап?» «О, слава богу, ты в порядке, милая? У вас там не происходит ничего странного, как мама». «Мама была сукой. Я отрубила ей руки, а она ругалась на меня так, будто я самая последняя мразь на планете. Как тебе вообще пришло в голову трахаться с этой стервой?» Ворон почувствовал, что его сейчас вырвет. «Она мертва?» «Не знаю. Наверное. Кровище из нее хлестало, будь здоров». «Почему тебя это вообще волнует? Ты поэтому позвонил?» «Если решил снова начать ей прессовывать, будь мужиком и позвони ей сам. Не впутывай меня в свое блядство». «Я просто... Я хотел узнать, все ли с тобой в порядке. Так приедь и узнай». Ворон отключил связь. «Она тоже?» — спросила Джулия. Ворон промолчал. «Она живет почти в часе езды отсюда. Так что дело не только в этом районе». Джулия прокрутила колесико радио, пропуская музыку и рекламу, пока не наткнулась на голос, который кричал. И забрызгал кровью все вокруг. «О, это было охуенно! Я мог бы смотреть на такое весь день!» Выстрелы впереди. Мужчина стоял на углу и палил по толпе из пяти или шести человек, которые шли по другой стороне улицы. Какая-то женщина подкралась к нему сзади, схватила за волосы, дернула голову назад и воткнула что-то, пилочку для ногтей ему в горло, когда Уоррен промчался мимо. «Это какой-то ад», — сказал Уоррен. «Это просто какой-то ад! Что вообще?» И тут он внезапно все понял. Глава десятая Джулия едва не выронила ребенка, когда Уоррен ударил по тормозам. Шины завизжали, и она попыталась разглядеть, во что он пытается не врезаться. Перед ними ничего не было. Уоррен повернулся к ней и ухмыльнулся. «Это не было похоже на безумную ухмылку. Ха-ха, я потерял способность справляться с реальностью!» «Переломный момент», — сказал он. «Что?» «Не пойми меня превратно. В мире много добра», — сказал Уоррен. «Хорошие люди совершают хорошие дела из бескорыстных побуждений. Но давай смотреть правде в глаза. В мире есть и очень много плохого. Мы можем быть анонимными в интернете и писать любую обидную херь, какую только захотим. Ты когда-нибудь читал раздел комментариев? Там есть по-настоящему больные уебки. А есть и другие люди, настолько поехавшие, что творят ужасные вещи в реальном мире. И все это начинает накапливаться. «О чем, черт возьми, ты говоришь?» «Все это копится, копится, растет, как снежный ком, а потом наступает переломный момент. В одно мгновение снежный ком превращается в лавину, и она накрывает всех. И это...» «Прекрасно!» Джулия распахнула дверцу машины. Уоррен резко перегнулся через сиденье и схватил ее за руку. «Эй! Я сводил тебя в ебаный элитный ресторан! Где твоя благодарность?» Джулия вырвала руку и хлестнула пятерней Уоррена по лицу, другой рукой крепко прижимая к себе ребенка. Она вовсе не пыталась попасть ему пальцем в глаз, но случайно вышла именно так. И Уоррен, вскрикнув от боли, зажмурился и отшатнулся, давая ей время выбраться из машины. Ребенок продолжал щипать ее за руку. Джулия побежала. Она услышала, как Уоррен вышел из машины. «Джулия!» Заорал он. «Между нами была искра! Ну зачем ты меня обламываешь? А ну вернись, чтобы мы могли закончить свидание! Сука! Я же надел свою самую красивую рубашку!» Продолжая бежать, Джулия подавила рыдание. Глава одиннадцатая Уоррену хотелось догнать Джулию, но он уже устал бегать, и его глаз жгло и щипало. Просто пиздец! Хотя вроде бы она его не выцарапала. Ладно, пусть бежит. Может быть, потом передумает и вернется. «Раз!» Хором закричали сразу двое парней. Уоррен запрокинул голову, но тут глаз защипало еще сильнее. И что-то липкое и теплое потекло по его щеке. Блядь, похоже, все-таки выцарапало. «Два!» «Нет, пожалуйста, не надо!» Закричал кто-то наверху. «Не делайте этого!» Уоррен протер глаз и снова поднял голову. Двое парней стояли на балконе, держа за руки и за ноги какого-то кудрявого дрища, явно намереваясь перекинуть его через перила. Уоррен не был удивлен, что так много людей сбрасывали с балконов. Это было прикольно, как бросать арбузы с большой высоты. Только тела разлетались куда более эффектно. «Три!» Они перекинули кричащего кудряша через перила. У Уоррена было нарушено восприятие глубины, и боль мешала ему полностью сосредоточиться на окружающем. Иначе он бы сообразил, что те два парня наверху целились конкретно в него. Бдыщ! Прямо в яблочко! Оба тела разлетелись на куски. Уоррен прожил ровно столько, чтобы услышать, как сверху заорали «УРА!» Глава двенадцатая Впереди группа женщин, одетых для ночной тусовки по барам, тащила из машины паренька. Их высокие каблуки явно были выбраны, чтобы подчеркнуть стильные наряды. Но оказались очень функциональными, когда женщины, взявшись за руки, дружно прыгали на пареньке, заливаясь от смеха. Когда женщины ушли, вероятно, чтобы найти новую жертву, Джулия угнала его машину. Она положила ребенка на пассажирское сиденье рядом с собой. Ей было все равно, пострадал ли ребенок от этого безумия, переломный момент это или нет. Джулия не собиралась бросать малыша. Она погнала по улице. Повсюду была резня. Двое подростков смеялись и танцевали вокруг обезглавленного тела мужчины, у которого из-за брубка шеи фонтаном била кровь. Ноги мужчины несколько раз пнули открытую дверь машины. Маленькая девочка забивала старуху насмерть разводным ключом. А женщина, которая, скорее всего, была матерью девочки, подбадривала ее радостными криками. Джулия проехала несколько миль, молясь о том, чтобы выехать за границы безумия. Молясь, чтобы оно не охватило ее. Ей пришлось сменить машину, когда дорогу перегородила груда разбитых автомобилей, судя по всему, въехавших друг в друга специально. Изуродованная женщина, вывалившись из открытой двери одного из автомобилей, умоляла Джулию помочь ей. И Джулия потратила отчаянные две минуты, пытаясь остановить у нее кровотечение, пока женщина, наконец, не затихла. Джулия поехала дальше. Безумию не было конца и края. Она выехала на скоростное шоссе, но встречные машины начали сворачивать на ее полосу, пытаясь в нее врезаться, поэтому ей пришлось с него съехать. В любом случае, она не знала, в каком направлении двигаться. Безопасное место могло быть совершенно в другой стороне. Она въехала в пригородный район и вылезла из машины, потому что дорога перед ней оказалась усеяна трупами. И после того, как ей чудом удалось убежать от женщины с вилами, кому в пригороде еще нужны были вилы, она нашла пустой дом, чьи хозяева либо где-то убивали людей, либо сами были убиты. Она уложила младенца в другой комнате, чтобы не просыпаться от того, что он ее щипает. И легла спать. Эпилог. Когда Джулия проснулась, было уже утро. Она чувствовала себя по-прежнему нормальной. Если она до сих пор не заразилась безумием, значит, должны быть и другие такие же. Она найдет их. Возможно, Уоррен был прав насчет переломного момента. Они попробуют переломить все обратно. Конец. Эксклюзивный перевод Павла Павлова. Эксклюзивная начитка Владимира Князева. Посвящается Юльке. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин